Здравствуйте! В эфире в центре внимания в студии Евгения Мудакова. В течение двух месяцев слали свои эссе на тему «Я остаюсь здесь» старшеклассники с разных районов области. А сейчас уже подведены итоги конкурса. У меня в гостях в студии находятся его организаторы. Это, во-первых, ответственный секретарь приемной комиссии АМГУ Елена Бартуковская, ну и главный редактор газеты «Амурская правда» Елена Павлова. Здравствуйте! Здравствуйте! Признавайтесь, чья инициатива проведения такого конкурса? Ну, инициатива наша, да, редакция патриотов «Амурской правды», да, главной газеты области, вышла к главному вузу, да, в Мурской области АМГУ, с которым мы очень давно сотрудничаем и дружим, с такой идеей сделать конкурс для детей, для выпускников амурских школ, да, потому что мы знаем, что проблема ежегодно стоит, да, то, что самые умные, самые, ну, одни, самые, скажем, умные талантливые, все-таки уезжают, да, в другие вузы поступать благодаря ЕГЭ, вот, и немногие возвращаются. И мы решили как бы иметь такой конкурс, чтобы дети написали, почему они не хотят уезжать, почему надо оставаться в Амурской области, да, и почему они должны остаться, и куда-нибудь поступать, и какими они видят свое будущее в Амурской области. И вот АМГУ откликнулась, конечно же, да, потому что действительно… Большим удовольствием. Да, потому что, ну, проблема есть, да, и вуз ее решает, и мы ее своими силами, да, пытаемся вот как-то остановить. Вот так родился этот конкурс. Ну, я так понимаю, что старшеклассники не просто так пишут эссе, да, для удовольствия, а они вполне конкретную цель преследуют. А как вы, расскажите, Елена, что… Ну, вообще, честно сказать, когда я читала текст эссе, мне казалось, что они писали их для удовольствия. Ну, искренне, да? Нет, ну, тут безусловно, но все-таки. Но в положении конкурса мы заложили возможность засчитать в качестве индивидуальных достижений результаты участия в конкурсе. Максимальный балл, который можно получить, согласно правилам приема Амурского госуниверситета и положению о конкурсе, это 4 балла. То есть победитель получит максимальный балл за участие в олимпиадах, конкурсах, вот по этой статье индивидуальных достижений. А остальные участники? Да. Вторые и третьи места получат по 3 балла, и участники получат по 2 балла. Ну, тоже неплохо, кстати. Сколько в итоге выпускников и старшеклассников, наверное, не только выпускников же, да? Нет, 11-классники писали. Все-таки в основном откликнулись на конкурс 11-классники. Ну, хотя, я так понимаю, опять же, положение конкурса можно было и тем, кто еще не находится в выпускном классе, да? Да, и даже тем, кто обучается в колледже. Да, то есть тем тоже. Сколько в итоге человек? Ну, пришло около 30 работ, и очень приятно, что пришли работы не только из Благовещенска, да, а с разных концов Амурской области. Маленькие села были, северные, да, и города, и села, и наших южных. То есть самые разные географии, это очень приятно, и абсолютно разные эссе, да, абсолютно разный взгляд на ситуацию, да. Ну, естественно, через все эссе проходит главная мысль, где родился, там и пригодился. Каждый второй писал об этом и доказывал, почему это так, почему они остаются. Вот мне интересно, действительно, какие у них доводы? Вот на это, где родился, там и пригодился, наверняка от родителей услышали фразу, ну, а дальше уже аргументация. Ну, знаете, вот, опять же, знакомясь с текстами эссе, я обратила внимание на то, что дети наши очень подкованные. Они точно знают, какие приоритетные проекты заходят в Амурскую область, да, то, что связано с нефтегазовой промышленностью, то, что связано с аграрной темой, не уходящей, да, которая будет всегда в Амурской области, то, что связано с космодромом, да. Космодрома очень много. По космодрому очень много отзывались. То есть это вот один из аргументов, да, что сегодня, как пишут дети, они отмечают, что хоть медленно, но верно в области заметно развития. И они хотят быть причастными и полезными именно вот в реализации этих проектов. Второй аргумент, который часто встречается, это действительно ценность вот своей малой родины. То есть многие в своих сочинениях пишут, да, что, например, у нас село, да, брат мой закончил, Дальгау, сестра моя закончила Дальгау, девушка, брата, да, я тоже правословно хотела. Дальгау или педагогические тоже специальности. Очень интересная эссе касается медицинских специальностей. Ну, то есть вот помимо Амурского госуниверситета прозвучали все вузы Амурской области. Вот мне интересно, действительно, как выпускники отзываются о вузах? Были какие-то? Отзываются хорошо. Отзываются хорошо. И причем, знаете, тоже прослеживается, что зачем я поеду туда, куда я не знаю, да, какой там университет, как меня там примут. Я могу только нарисовать эту картинку или знать со слов других. А я уже ходил по стенам, допустим, там, знаком со стенами там Амурского государственного университета. Я ходил на дне неоткрытых дверей в педагогических университетах, да. Я был там на каких-то мероприятиях в Дальгау, в медицинской академии, в Дальневосточном университете, в военном университете. То есть они знают, они представляют и уже знают, что выбирают. Лена, что журналистов зацепило в этих эссе? Ну, знаете, я вчера вот читала, дочитывала последние работы, у меня несколько моментов, это же слезы были из глаз, потому что действительно, вот так трогательно дети пишут о своей родине, да, о своих поселках. И мне кажется, что даже взрослые надо почитать, да, чтобы они ценили место, где они живут, да, где они работают, где вот их живут родные и близкие. То есть патриотизма в детях немалый. Да, причем это было без пафоса, абсолютно. То есть писали про семью, про родителей, про первую любовь, что у них там, что природа там за речкой, там родной там лес. И как хорошо, что мы здесь живем, и, конечно, всех манит Питер и Москва. То есть, в принципе, вот я на самом деле, дети у нас не настолько наивны, как нам кажется, да, и это в тот случай, когда устами, ну, мужик они не младенцы, но устами старшеклассники как глаголит истина, потому что стоит задуматься, действительно, зачем куда-то мы едем, да, когда у нас такая прекрасная область, пускай вот даже вот работы были с Тынды, да, с Верхнезейска, у них нет там дорог толком, нет там бассейнов, они говорят, да, у нас нет театров, кинотеатров, бассейнов, но мы знаем, что все будет хорошо, что мы должны остаться, опять же, такие проекты реализуются, что нас без работы область не оставит, что мы будем вот, действительно, такие вот очень жизнеутверждающие были, ну, вот эссе, и прям приятно стало наше поколение. Понятно, что, конечно же, да, молодежь уезжает и будет уезжать, но не сначит процесс, да, это, в принципе, он, ну, ну, незакономерен, да. Да, границы открыты, да, поэтому все у нас на стране. Вот, но то, что дети так вот очень трогательно, очень, ну, вот, патриотично и очень так вот, ну, сердечно написали, это прям вот дорогого стоит, прям не ожидалось сейчас от многих вот сочинений. Вы знаете, вот зачастую даже уезжая, просто люди настолько отзываются, действительно, нежно и трепетно о своем родном городе, что многим хочется приехать туда, поэтому, по мне, так тоже, это неплохая тенденция, именно то, что мы умеем ценить то, что у нас есть здесь и сейчас, в настоящий момент. Но все-таки впереди у старшеклассников поступление, поэтому, если можно, Елена, какие-то еще пожелания, рекомендации, как они могут вот эти вот дополнительные бонусы, я понимаю, что в конкурсе лучше, на лучшей эссе они уже не поучаствуют, но какие еще они могут бонусы получить при поступлении? Ну, с 2015 года разрешено и рекомендовано порядком приема в ВУЗы Российской Федерации засчитывать в сумму конкурсных баллов баллы, начисленные за индивидуальные достижения. Поэтому необходимо ознакомиться с тем реестром, который конкретный ВУЗ засчитывает и сколько баллов он дает. Например, Амурский госуниверситет максимальное количество баллов 10, сразу дает за диплом с отличием, за аттестат с отличием. У нас принимается и волонтерская деятельность, и значок ГТО, и творческие, спортивные, сочинения засчитываются, итоговые, которые писали в университете. То есть еще не поздно, дорогие выпускники, вы еще можете портфолио собрать. Да, еще не поздно собрать свое портфолио, и если речь идет о наших ВУЗах, в частности Амурской области, нужно посмотреть, где какие достижения засчитываются согласно правилам приема. Все на сайтах размещено, поэтому нужно подготовиться к подаче документов и прийти уже максимально, собрав свое портфолио по индивидуальным достижениям. Ирина, конкурс продолжать-то будет? Конечно, будем. Мало того, мы лучше работаем на печатание о мужской правде, и на сайте газеты, потому что должны читать это взрослые, то, о чем мечтают, о чем думают наши дети, какое поколение в мужской области растет. Я думаю, что если все хорошо, в следующем году мы продолжим эту традицию. Да, да, действительно, такие инструменты нужны, они, во-первых, осознанность такую некую создают и позволяют создать вот эту обратную связь. А то, что будут опубликованы работы, это станет еще доступным. Дополнительный бонус такой. Так что, старшеклассники, готовьтесь, участвуйте на следующий год обязательно в конкурс, но вам спасибо большое за такое, я думаю, очень нужное и своевременное эссе, которое мы теперь все сможем почитать. Спасибо. Спасибо. Я, напоминаю, что сегодня с гостями была Елена Павлова, главный редактор газеты «Амурская правда» и Елена Бардуковская, ответственный секретарь приемной комиссии «Амгу». Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи.